приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова настроение опять весеннее опять за окошком у нас вот такое солнце весь балкон у меня в солнечном свете настроение прекрасное чего и вам желаю и сегодня в сегодняшнем видео опять новый процесс усиленно готовимся к лету вяжем летние вещи популярен ажур я что-то на него подсела покажу на каком этапе находится у меня ажурный жакетик который я назвала прованс немножко продвинулась полотно знаю уже как вязать рукав ну а сегодня мы полистаем с вами журнал который мы уже листали и я подробно остановлюсь вот на этой модели и покажу уже начало процесса и конечно же мастер-класс поэтому красивейшему мотиву который участвуют вот в этой блузе которая называется летучая мышь и так эта модель ольги жуковой вот здесь написан автор и журнал мод 624 кому интересно возможно вы захотите найти схему этого узора или просто полистать этот журнал и не можете его купить в реальной жизни есть такая ссылка в интернет в интернете которая называется журнал мод онлайн прям так и наберите в поисковике и найдете где можно полистать журнал мод просто постранично в интернете наберете журнал мод 624 и полистаете этот журнал я предлагаю вам сейчас еще немножко вспомнить что мы вязали уже из этого журнала и что есть у меня уже на канале есть не жакет но есть мастер-класс на похожий узор потому что вот этот узор схема этого узора не совсем мне было понятно и я его переделала в общем на похожий узор мастер-класс есть на канале я сейчас покажу на чем еще раз полистаем этот журнал возможно вы найдете какую-то новую идею для себя ну а я остановлюсь на тех моделях которые мне очень очень нравились ну нравится в этом журнале а вот это пальто уже давно связано у светлана волкодав но она популярна очень-очень мне нравится вот такое колье ажурное вот эту кофточку узор спицами из махера я просто вам рекомендую здесь и кофточка и палантин просто шикарный узор который я бы связала сейчас быстренько пролистаю повторюсь я остановлюсь только на том что мне очень нравится вот эту летучую мышь это второй проект который я начала вязать я вам сейчас покажу что у меня уже получилось и еще парочку моделей возможно они вам тоже понравится которая я бы тоже связала из этого журнала вот это ажурное платье очень очень красивая мне очень нравится так и еще по моему еще какая-то одна модель которая меня просто повергла в изумление вызвала эмоции восторга вот это ажурное пальто это вязание по шаблону я бы тоже захотела бы научиться вязать и вот такой же палантин в этой же технике ну вот по моему и все что мне очень очень понравилось в общем если найдете этот журнал мод в продаже рекомендую это вообще без сомнения этот джемпер от светланы волкодав по моему называется джаз вот его тоже хочу связать но это уже скорее всего он ближе осенью но вот бегло мы пролистали журнал а теперь давайте вернемся к моему новому процессу я еще не придумала ему название и будем вязать эту кофточку итак значит что в журнале в журнале есть схема ну так скажем более-менее подходящие к этому узору который вот если рассматривать его в реале я конечно же немного переделала что мне нравится в этом журнале здесь есть вот такая картинка по которой вы можете посмотреть как соединять мотивы ну собственно говоря выкройку этой кофточки и вот здесь же она вот в таком вот увеличенном немножко формате просто можно прям по по штучно так скажем посчитать мотивы конечно же прикинуть на свой размер и понять как же это вяжется и как это соединить я сейчас вам покажу значит мы с вами прочитаем сколько потребуется пряжи я расскажу из какой пряжи вяжу я и расскажу о крючка значит потребуется пряжа здесь нам говорят пряжа 500 грамм ирис понятно жемчужного цвета крючок номер один перламутровые бусины и и что там еще в тон пряжи значит я не знаю сколько потребуется моей пряжи вот сейчас можете сделать скриншот вот этого вот этой схемы повторюсь я смотрела на схему но немножко переделывала ее и по количеству петель и по местам так скажем соединения перекрепов этих всех и по количеству вот этих вот пико у меня здесь нет такого количества пико количество столбиков у меня вот здесь вот тоже другое ну в общем посмотрите сами кто заинтересовался вот этой схемой прошу либо найдете в интернете пролистывая этот журнал мод онлайн и там найдете схему либо просто вот сделайте скриншот экрана и вот вам эта схема схема вторая схема которая участвует это вот эта схема эту схему я заменила полностью у меня совершенно другое соединение здесь эта схема представлена вот вот так можно соединить с пятью вот этими лепестками и с четырьмя лепестками честно говоря рассматривая ну и здесь вот выкройка да на этой кофточки значит в честно говоря рассматривая картинку этой кофточки я так и не поняла где вот этот мотив с пятью лепестками не знаю где буду вязать так как вижу я и теперь давайте я покажу вам что у меня уже получилось и как вижу я значит почему я выбрала этот цвет недавно был обзор товаров из интернет-магазина гранд сток и и я там заказывала коралловый сарафан чик сейчас его принесу покажу и собственно говоря это кофточка или это будет пончо или это будет накидка я вижу именно к этому коралловому сарафаном как вы видите я скомбинировала пряжу то есть у меня будет двуцветная это кофточка и пряжа у меня а шелковый блеск двух оттенков вот коралловый и белый сразу хочу сказать очень много в последнее время мне задают вопросов именно по поводу этой пряжи шелковый блеск много раз отвечаю и еще раз скажу пряжа не продается если продаются кто где-то какие-то остатки пряжа увы снята с производства я где-то читала информацию кто-то звонил на фабрику и говорили что эту пряжу возобновят якобы в марте поэтому мы с надеждой ждем что это так и произойдет у меня просто хороший запас этой пряжи вы можете вязать из любой другой пряжи а главное на мой взгляд чтобы ее метраж не был меньше 400 метров вот это пряжа шелковый блеск именно 400 метров в 100 граммах если толще ну это будет уже не такая ажурная не такое ажурное изделие и смотреться она будет совершенно по-другому тоньше пожалуйста толще я вам просто не рекомендую но опять же сколько людей столько и мнений а смотрите сами что вам больше нравится мне очень нравится как лежит это пряжа в полотне вот сейчас вы видите этот красивый блеск на то она на то она и название шелковый блеск в общем мне нравится то что у меня получилось под этот коралловый сарафан а будет просто песня и так сейчас покажу вам как вяжется вот этот красивый мотив и и что я изменила и собственно говоря как вяжу его я крючок у меня здесь полтора и так давайте приступать итак вот к этому сарафану он из льна льняная ткань полностью лен сто процентов я хочу связать вот эту красоту специально добавила вот сюда эти белые можно сказать ромашки скорее всего так и назову это изделие коралловая ромашка и вот как это будет смотреться с этим сарафанчиком по моему очень даже хорошо ну а вторую второе изделие ажурное моё это вот этот ажурный жакет этот жакет пойдет как раз под льняную юбку запахом тоже из интернет магазина гранд сток юбка просто прелесть зайдите посмотрите видео и вот этот жакет вяжется именно под эту юбку так ну все по моему все сказала давайте приступим вязать этот красивый мотив итак давайте посмотрим что у меня получилось придется мне убрать эту красоту из кадра чтобы вам лучше было рассмотреть и и чтобы ничего не сливалось сейчас вот так вот положу вот в уголок чтобы вам было хорошо видно максимально комфортно и так начинаем вязание с волшебной петли амигуруми или и и еще называют по-русски скользящая петля накрутили на палец и провязываем воздушные три петли крючок у меня полтора провязали столбик провязали три воздушные петли который будет служить нам столбиком и еще в наше волшебное колечко провязываем двадцать семь столбиков с одним накидом двадцать семь то есть петли подъема это наш первый столбик ну и так до конца ряда встретимся когда я провяжу двадцать семь столбиков в наше волшебное колечко и так двадцать семь столбиков с одним накидом провязаны в наше колечко ищем нашу третью петлю подъема и провязываем в нее соединительный столбик вяжем еще одну воздушную петлю и вот эту ниточку которая от волшебной петли осталась мы сейчас сразу ее вяжем чтобы потом нам ее не присоединять и не укреплять и так провязываем шесть столбиков без накида по нашему колечку два три четыре пять и шесть сейчас поменяю дислокацию что-то мне кажется освещение не очень и так провязали шесть столбиков без накида в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда теперь набираем 9 воздушных петель два три четыре пять шесть семь восемь девять вытаскиваю крючок и пропуская один столбик вхожу в следующий столбик и вытаскиваю нашу эту петельку приловчилась я работать так мне так больше нравится без этих разворотов делаю воздушную петлю и провязываю три столбика без накида вот под наши вот это колечко теперь раз два три воздушные петли это наши пико провязываем его столбик без накида и опять провязываем пико раз два три три вяжем пико столбик и таких пико у нас должно быть пять штук то есть чередуется пико столбик без накида пико столбик без накида вяжем вяжем и потом останется довязать три столбика без накида то есть вяжем в зеркальном отражении раз два три четыре еще одно пико три воздушки и и вот эти столбики три столбика без накида под нашу вот эту арочку сейчас отрежу этот хвостик он мне просто безумно мешает и так пять пико связаны теперь три столбика без накида под нашу арочку с которых мы начинали обвязку с другой стороны что я делаю вот здесь в начало наше вязание вот в этот столбик без накида я провязываю соединительный столбик на мой взгляд так красивее смотрится теперь провязываю столбик без накида и делаю десять воздушных петель раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять разворачиваю вязание пропускаю вот этот нашу одну пико в следующую мы провязываем столбик без накида еще десять воздушных петель два три четыре пять шесть семь восемь девять десять опять пропускаем одно пико следующее вяжем столбик без накида теперь я разворачиваю вязание еще десять воздушных петель раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять вытаскиваю петлю еще вот здесь вот вот он столбик без накида уже провязаны вхожу в него и делаю вот такой прикреп подтягивая нашу ниточку теперь делаю воздушную петлю и мы теперь будем обвязывать вот эти наши арочки из десяти воздушек как я буду обвязывать девять столбиков без накида два три четыре пять шесть пять семь восемь девять три воздушные петли для пико три воздушки сделали провязали пико три столбика без накида раз два три эти столбики мы провязали под арочку и я провязываю еще один столбик вот в это место прикрепа где мы цеплялись столбиком без накида я здесь провязываю столбик без накида все одну арочку мы обвязали еще осталось обвязать две как я это буду делать три столбика без накида три воздушные петли пико очень похожа обвязка как мы делали вот здесь только у нас здесь был один столбик без накида между нашими пикошками здесь же будет два столбика без накида и пико вот я провязала второй делаю пико два столбика без накида пико 1 2 3 три и таких пико тоже здесь должно быть пять но между ними уже два столбика без накида вяжем пико какое четвертое по моему раз два три четыре да еще два столбика без накида и пико 1 2 3 вяжем пико и останется три столбика без накида под нашу арочку 1 2 3 еще один столбик я вяжу вот в этот столбик без накида в столбик прикрепа когда мы вязали наши арки и останется обвязать еще нашу одну арочку а вот эту в зеркальном отражение то есть мы здесь сделали 9 возбушек пико и три столбика теперь будем делать три столбика пико и 9 воздушек то есть мы вяжем симметрично этот элемент с другой стороны 3 столбика без накида пико 2 3 и получается 9 столбиков без накида 2 3 4 5 6 7 8 9 опять делаю вот в это место соединительный столбик и вязание у нас повторяется вот таких элементов мы должны связать 4 вот сейчас мы с вами связали вот это колечко и вот этот один элемент у нас их будет 4 я напомню вам как он вяжется и вы уже свяжите это самостоятельно мы провязываем по нашему колечку 6 столбиков без накида над каждым столбиком предыдущего ряда 3 4 5 6 арочка из 9 воздушек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 пропускаем 1 столбик а вот в этот вводим крючок и подхватываем нашу вот эту петельку вытаскиваем ее на эту сторону подтягиваем нашу ниточку делаем воздушную петлю и начинаем нашу обвязку 3 столбика без накида пико столбик без накида пико таких пико 5 ну и так далее я не буду уже показывать вам одно и то же думаю что это понятно свяжите этот элемент пройдете 6 столбиками без накида по колечку сделаете 9 воздушных петель обвяжите их потом отсюда 3 арочки все это я уже рассказывала то есть свяжите еще 3 вот таких элемента и вот здесь сделаете соединительную петлю все ваш элемент будет готов как присоединять мотивы как вязать вот эту ромашку вы видите что я ее просто очень просто связала здесь обычные воздушные петли единственное что нужно рассчитать с количеством этих петель то есть понять то есть она ромашка видите квадратная получилась ну потому что у нас это расстояние собственно говоря квадрат это не слишком то и заметно вот такой красивый цветочек говорю мне это соединение больше нравится вот этот элемент чем который приведен в журнале вы можете посмотреть журнал и выбрать что нравится больше вам вот это у меня будет низ изделия как вы видите здесь это ромашка обвязана еще столбиками без накида и вот три воздушки чтобы лепесточек был вот таким вот красивым заостренным а центр просто воздушные петли вот собственно говоря и все то есть я иду снизу вверх эта модель настолько универсальна вы можете соединять мотивы как угодно вы можете вязать не летучую мышь а просто кофточку прямую там с рукавчиками или без рукавчиков это на ваше усмотрение и еще можно связать вот так вот очень красивую скатерть еще вам один одна идея что скатерть будет тоже смотреться великолепно мне очень нравится как выглядит вот это полотно и тоже можно связать вот такую красивую скатерть мастер-класс уже есть на канале и соединение и сам узор ну вот мои хорошие я надеюсь я научила вязать этот красивейший элемент кстати его можно вязать еще и треугольным тоже покажу как это делается просто связать не 4 элемента вот этих а 3 и рассчитать их по кругу то есть расположить в 3 точках и все и можно тоже связать из этих 3 элементов я имею ввиду из 3 листника какое-нибудь красивое изделие ну вот мои хорошие на этом видео буду заканчивать если вам понравилось поставьте пальчик вверх поделитесь этим видео в соц сетях я думаю многим придется по душе такая красота ну а на этом все я вас всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока субтитры сделал DimaTorzok